Что мешает Шимкенту стать мегаполисом? Как оказалось, ничего. Новые производства открываются, работу получают тысячи человек. В рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития у нас запланирована реализация 150 проектов, которые дадут 19 тысяч рабочих мест. Сейчас успешно реализуется 66 проектов. За 7 месяцев текущего года добавлено 8 проектов. До конца года планируется запустить еще 34 проекта. Уже сейчас в индустриальной зоне Шимкента реализуется 58 проектов. 18 из них запущены. До конца года планируется запустить еще 20 проектов. А это значит, постоянной работой будут обеспечены 15 376 человек. Глава государства подчеркнул, сейчас самое время поддерживать небольшие производства. Не нужны крупные предприятия. Пусть развивается малый и средний бизнес, где работает 20-30 человек. Надо увеличивать количество именно таких небольших предприятий. Пусть там даже работают 10 человек. Немало делается государством для поддержки тех, кто хочет и может работать. Главное, не лениться, подчеркнул Нурсултан Назарбаев. Хочешь работать в сельском хозяйстве, получай кредит и работай. Понимаешь, что это сложно и ты не справишься, приезжай в город, получай профессию и работай. Приноси свою пользу обществу. В какой еще стране есть такие программы? Только в Казахстане тебе предлагается возможность работать в той сфере, какой у тебя душа лежит. Что еще нужно? Такой помощи еще не было. И бизнесу оказывается поддержка только у нас. Только работай, получай свою прибыль и обеспечивай население рабочими местами. Почему нет? По мнению главы государства, Шимкен должен стать мегаполисом. Для этого в городе созданы все условия. По словам Назарбаева, это его очередная инспекционная поездка в регион, для того, чтобы посмотреть, как живут наши граждане. Продолжение следует...